По выниках минулого научного года, 51-я Гомельская гимназия была признана лепшой в области. Сгодно с умовами конкурсу, все лета этой установы принимать удел у им не будет. Але это не значит, что тут не плануют новых перемог и досягнений. Сегодня гимназию наведали наши корреспонденты. Значный крок по повышению эффективности научного процесса у 51-й гимназии сделали еще летом. Когда тут отрымали новый класс биологии в рамках программы Министерства Адукации по осношению установ с участными сродками научения. Сейчас класс используется практически в полном объеме. Вовле, шмак того, что отрымала гимназия, тут ранее никогда не было. У приватности разговоры идут о тех же лечебных микроскопах. По словам наставника биологии Василя Семенюка, отрыманное обстановление позволит узнать научный процесс на новый уровень. Сегодня у 51-й гимназии есть переможцы республиканских олимпиад по биологии. Теперь можно подумать и об международном узровне. Оборудованный по современным, что говорится, технологиям на 100% и образовательный процесс позволит нам добиваться высоких результатов. И в этом году, и в следующем, в последующие годы, я думаю, 51-я гимназия также будет на высоте. У 10-й А наша сдымочная группа трапила подчас перепынку. У гимназии 10-й А вядомы тым, что Амаль Палова в учнях з'являются переможцами розных этапов республиканской олимпиады по математыце. Гэтый предмет тут вывучают на поглыбленном узровне. Наставник-методист Александр Струк на Гомельчине у Вовале вядомы тым, что за 2-10 годы педагогичной деянности подрыхтовал некальки десятков наученцев-пераможцев математичных олимпиад у тым лику международных. Правда, в этом году в процесс подрыхтовки махчима придется унести певные коррективы. Переважная колька с паборництва у зараз проходить дистанцейна. В этом есть и минусы, и плюсы. Допустим, те же российские олимпиады, они организуются так, что удаленный доступ, ребенок работает за компьютером, видеокамера, и показывают, что он там ничем нигде не пользуется. То есть это как бы плюс, потому что меньше волнения, ехать никуда не надо, опять же. Ну и минусы тоже есть. Минусы в том, что меньше волнения, это и минусы иногда бывает, потому что не волнуется ребенок, сидит спокойно 4 часа работает и не знает, как выступают конкуренты. Все-таки, когда ты сидишь в аудитории и видишь, как решают твои соперники, то тогда немножко легче. Каб стать лепшей установой адукации, необходно перемахчать по целым широкам показчиков. Удел у олимпиадным руху, доследшая деянность, спортивно-массовая работа, энергосберажение, позабюджетная деянность. У 51-й гимназии дробя зел нема вогули. Под час падрыхтолки до навычального года тут зарабили каля 40 кропок с чистой пятной водой. Причем отповедные системы очистки поставили першими сярод мясцовых установ адукации. В оголе 51-я гимназия уже 10 разов признавалася лепшей у Гомелі и 4 у в області. Згодно с умовами конкурсу селитаяна примать у делу областным этапе не будзе. Але это не значит, что тут не планует новых перемог и досягненьев. Простая формула, если перевести на язык математики, это треугольник. Учителя, учащиеся, родители. Когда идет полное взаимодействие, когда родители поддерживают учителей, поддерживают своих детей, дети верят своим учителям, учителя детям. Ну и, безусловно, кадровый потенциал гимназии учительский достаточно сильный. Олег Сентюров, Наталья Волынец, Сергей Лукашук. Телеродой компания Гомель.